МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каким будет горизонт?" В молодёжном центре прошла стратегическая сессия, где обсудили будущий фиджитал-центр. Межрегиональный форум православной молодёжи и радость моя прошёл в Дивееве. Царовские педагоги выиграли грант областного конкурса «Драйверы роста». Далее расскажем обо всём подробно. Проект «Школа правовой безопасности. Мирный код» рассчитан на школьников от 12 до 14 лет. Участникам расскажут про такие явления, как экстремизм и терроризм, как бороться с ними, как вести социальные сети, чтобы не привлекать внимание преступных группировок и не стать жертвой их манипуляций. Для ребят пройдут встречи с сотрудниками УВД, психологами и мероприятия в игровых форматах. В рамках этих занятий подростки смогут повысить уровень своей правовой культуры. Мы привлекаем в проект профессиональных психологов, руководителей военно-патриотических клубов и правоохранительные органы. Это будет сочетание как практического материала для подростков, так и будет возможность у ребят отработать полученные знания на практике. То есть будут ситуативные игры, какие-то знания они будут получать в рамках квиза. Заключительным мероприятием проекта будет семинар со специалистами Центра профилактики Нижнего Новгорода. Они проведут интенсив для педагогов Сарова. Средства на реализацию проекта удалось получить в рамках областного конкурса «Драйвера роста». Молодежный центр вошел в число победителей еще с одним проектом – «Юнифайт-турниры», «Фалан возможностей». Бадминтон активно развивается в учреждении. В него играют в том числе и спортсмены с нарушением слуха. Для них есть специальная программа «Бадминтон. Спорт глухих». Новый проект направлен на поддержку молодежи, которая занимается этим видом спорта. «Юнифайт-турниры», «Юнифайт-спорт» – это объединенный спорт, в котором могут участвовать как спортсмены с инвалидностью, так и нормотипичные спортсмены. И «Юнифайт-турниры» «Волан возможностей» – это проект, опять же, для детей с нарушением слуха. И наставников из среды молодежи, которые будут играть вместе с ними, помогать им, принимать участие в турнирах. В рамках проекта также закупят необходимое оборудование для спортсменов – ракетки, валаны, тренажеры. Проведут два турнира, которым планируют привлечь всех любителей бадминтона. Руководителем проекта является Артем Парамонов, воспитанник молодежного центра, многократный призер, победитель всевозможных всероссийских турниров и соревнований. Серебряный призер сурд Олимпийских игр «Мы вместе» 2023 года. И Артем – это вот тот человек, двигатель, который как раз своим собственным примером показывает, как можно много всего добиться, если ты в спорте. Также в рамках проекта в Саров пригласят олимпийского призера по бадминтону Валерию Сорокину. Школа правовой безопасности «Мирный код» и «Юнифайт» турниры «Валан возможностей» пройдут в молодежном центре с сентября по март. Расходы и доходы городского бюджета в этом году увеличатся на более чем 180 миллионов рублей. Расходная часть бюджета распределена по пяти муниципальным программам. По программе физической культуры, массовый спорт и молодежная политика увеличение предлагается на 7 миллионов 149,6 тысяч рублей. На 6 миллионов 152,5 тысяч рублей предлагается направить на выплату зарплатных плат с начислениями указанным категориям работников. Это педагоги дополнительного образования детей. Предлагается направить 870 тысяч рублей на дополнительное финансирование проектных работ по капитальному ремонту здания клуба «Горизонт» на базе молодежного центра. 127 тысяч рублей направят на ремонт асфальтового покрытия территории школы «Атом». По программе культуры предусматривается увеличение бюджета на 42 миллиона рублей. Деньги пойдут на выплату зарплат работникам учреждений культуры и на мероприятия по развитию самодеятельного художественного творчества. Муниципальная программа городского хозяйства и транспортные системы увеличена на 6,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий. 5 миллионов 800 тысяч рублей будут направлены на ремонт муниципально-бюджетного учреждения «Бани Сарова». 3,5 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Муниципальная программа образования увеличена на 124 миллиона рублей. Из них почти 5 миллионов пойдут на выплаты педагогам и заклассные руководства. Увеличивается бюджетное сигналание в сумме 3 миллиона 3333,5 тысяч рублей на организацию питания детей в детских дошкольных образовательных учреждениях в связи с предоставлением дополнительных мер поддержки семьям участников СВО в части освобождения от уплаты родительской платы за присмотр и уход детьми в детских садах. Чуть более 5 миллионов рублей пойдут на обеспечение антитеррористических мероприятий, на охрану сотрудниками ЧОПов, учреждений и департамента образования. На 12 миллионов рублей уменьшено финансирование школы на улице Зорге в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию. 2 миллиона рублей выделено на мероприятие по подготовке населения в области гражданской обороны, изготовление и размещение информационных счетов о местах массового пребывания людей. Увеличено бюджетное сигналание в сумме 708 тысяч рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудниками муниципального казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны в связи с изменением положения об оплате труда. И уменьшено бюджетное сигналание в сумме 2 миллиона 717 тысяч рублей на закупку запасов материально-технических, продовольственных, медицинских в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. В итоге корректировок размер дефицита бюджета не изменился. 315 с половиной миллионов рублей. Муниципальный долг также не изменился. В ходе заседания парламентарии сделали замечание. В последнее время многие руководители департаментов администрации стали все чаще упоминать в ответах на обращения жителей города, что утверждением бюджета занимаются депутаты. Эта информация некорректна. Составлением бюджета занимается администрация, а подачей бюджетных заявок – департаменты. Такая путаница может привести к ненужной напряженности между горожанами и депутатами, подорвать авторитет парламентариев. В конце заседания комитет заслушал отчет об устранении нарушений по благоустройству детского парка на улице Сосина. К учебному году многодетные малоимущие семьи с детьми могут получить социальную поддержку. Для малоимущих семей в Нижегородской области предусмотрена ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 1176 рублей на каждого ребёнка. На деньги можно приобрести учебную литературу, письменные принадлежности, школьную и спортивную формы. Выплата предоставляется на детей, которые обучаются в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области. Чтобы получить выплату, семья должна состоять на учёте в органах социальной защиты населения. Что такое малоимущая семья? Это семья, у которой средний душевой доход не должен приезжать прожить на минимум в Нижегородской области, который на данный момент, в 2024 году, установлен в размере 14 339 рублей. Также у малоимущей семьи есть право на ежемесячную денежную выплату на питание детей в размере 1059 рублей. Все меры поддержки предоставляются на период обучения ребёнка в школе – с сентября по май. Также меры социальной поддержки оказываются многодетным семьям. Согласно закону Нижегородской области, дети из многодетных семей получают также выплату ежегодную и единовременную к началу учебного года в размере 1176 рублей. Также на питание выплата ежемесячная в размере 1059 рублей. И у них дополнительная выплата на проезд – 791 рубль. Выплата на проезд ежемесячная и выплачивается в течение всего учебного года. Семьям, которые относятся к той или иной категории и стоят на учёте в Управлении социальной защиты, ничего подтверждать и переоформлять не нужно. Но если ребёнок перешёл в другую школу или у него произошли ещё какие-либо изменения, а также если ребёнок стал первоклассником, родителям необходимо самостоятельно обратиться в учреждение с документами до 1 октября. Если многодетные обучения старшего ребёнка проходят в институте, то до 1 октября они предоставляют справочку, что старший ребёнок, который уже старше 18 лет, учится. И тогда тем детям, которые обучаются в школе, также предоставляется мер социальной поддержки. Более подробную информацию о мерах социальной поддержки можно узнать на официальном сайте Министерства социальной политики Нижегородской области в разделе «Пособия и выплаты». Также обращайтесь в Управление социальной защиты населения Сарова по телефону 981-26-981-32 или по адресу МИРА-15. В молодёжном центре прошло собрание, посвящённое предстоящему открытию фиджитал-центра в Сарове. Будущий фиджитал-центр будет находиться на месте спортивного клуба «Горизонт». Фиджитал – это развивающееся направление, которое сочетает в себе как компьютерный спорт, так и обычный. В принципе, перспективное направление, которое поможет как раз-таки соединить людей, которые играют, и людей, которые занимаются обычным спортом. Таких центров в России немного. Это будет один из наиболее прогрессирующих центров, который как раз-таки поможет развиваться региону и целому городу за счёт как раз-таки соревнований, которые будут возможно проходить в городе. Стратегическая сессия на грани цифры и реальности «Векторы развития» собрала людей, у которых есть идеи по улучшению молодёжного пространства Сарова. Сегодня молодёжь Сарова – это активные участники не только жизни города, но и региона в целом. Ребята занимаются волонтёрской и проектной работой. Прославляют город успехами в спорте, науке и творчестве. Так, три года назад был создан молодёжный центр «Высота». Также в городе был открыт военно-патриотический центр воспитания «Авангард». Саров – город смелых, дерзких решений. И вот сейчас действительно появилась такая хорошая возможность от государства оформлять молодёжные инициативы вплоть до реализации проектов. Можно миновать все эти этапы согласования, можно миновать все ненужные бюрократические препоны. Ребятам представили проект Фиджитал-центра и предложили в ходе дискуссии внести свои идеи. Сам проект – результат участия Сарова в конкурсе программ комплексного развития в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Конкурс проводится Росмолодёжью по поручению президента России. Саровский проект Фиджитал-центра получил более 115 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт клуба «Горизонт». В заседании участвовали не только молодые саровчане, но и приглашённые гости из Росатома и Законодательного собрания Нижегородской области. Вы соедините и такую спортивную составляющую, и интеллектуальную, и дослуговую составляющую. То есть можно будет и спокойно провести время, и подвижно провести время. Плюс у этого проекта есть такая изюминка, то есть вы берёте старое здание, которое уже, я так поняла, не используется, и вдыхаете в него новую жизнь. И кому как не вам, молодым, вдохнуть у него жизнь, потому что здание не должно восставать, оно должно жить, молодость – это жизнь. Ранее на месте будущего Фиджитал-центра находились городская станция техобслуживания и городской клуб спортивно-технического творчества. По мнению архитекторов Марии Зиминой и Алексея Меркушева, территория проектирования находится в уникальном месте, ровно по центру между Саровским монастырем и 21-й площадкой. Архитекторы проанализировали эти смыслы и переложили их на функциональные, планировочные и визуально-архитектурные решения, чтобы не просто провести ремонт здания, а создать целый бренд «Горизонт». В Фиджитал-центре планируют создать многофункциональное событийное и досуговое пространство, многофункциональное диджитал-пространство, а также спортивное пространство. Форум православной молодёжи «Радость моя» в этом году прошёл на Дивеевской земле в четвёртый раз. Форум приурочивают к торжествам в честь памяти преподобного Серафима Саровского. Участники на протяжении пяти дней живут в палаточном городке, расположенном около Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря. В этот раз на форум приехали более 300 людей от 18 до 40 лет из 18 регионов страны. Мероприятие объединило активных прихожан, суденческую молодёжь, представителей молодёжных организаций, движений и объединений епархий Русской Православной Церкви. Для многих участников форум стал традиционным мероприятием в личном календаре. Уже не первый раз на форум приезжаю, уже третий раз. И вообще люблю волонтёрить, трудничать в монастырях. Мы вообще волонтёры преподобного Сергия Радонежского из Сергеева Посада. Но здесь всегда приезжаем, стараемся каждый год приезжать. И нам, скажем так, очень всё нравится, потому что, во-первых, всё хорошо организовано, во-вторых, очень большая солидарность всех волонтёров, новых друзей там обретаешь. Я была на послушаниях в трапезной, помогала в кормлении паломников и волонтёров. Третий раз на диверских торжествах, второй раз на форуме и в прошлом году также была в трапезной все дни. Мне это интересно. Общаться с людьми уже есть друзья, с которыми переписываемся и в ВК, и созваниваемся с другими, и не только в Нижегородской епархии, но и в Симбирской, Московской. На форуме «Радость моя» была насыщенная программа, спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, встречи с известными людьми. В этом году спикерами дискуссионных и панельных площадок были священники, журналист, ветераны СВО, руководители в различных сферах. Гостями форума также стал артист Борис Галкин, блогер и телеведущий Иерей Павел Островский. Также молодёжь встретилась с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Организаторы постарались, чтобы в палаточном лагере участники чувствовали себя комфортно, поэтому здесь было всё необходимое для проживания. «Крупномасштабный форум, это не так часто у нас в России что-то интересное происходит, то есть православное. Городок очень хороший, спать комфортно, удобно, нас там кормят, всем необходимым мы обеспечены. На дни форума приезжали такие яркие личности, как Павел Островский, отец Артемий приезжал. Было очень весело и интересно. Будем молиться, будем надеяться, что ещё не раз здесь побываем». В рамках форума молодые люди также участвовали в волонтёрском служении на торжествах, посвящённых Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Они помогали на богослужениях, дежурили на камерах хранения, встречали почётных гостей, помогали паломникам в различных вопросах. Те, кто приехал на форум «Радость моя» в первый раз, отмечают особую атмосферу, которая объединила всех участников. «Атмосфера вообще такая вся тёплая-тёплая, приятная, добросердешная, так всё было хорошо. В связи с тем, что первый раз было очень необычно увидеть с палаточных городок, как организованы спальные места, всё тёпленько, хорошо, подушечки, одеялки. Было интересно послушать спикеров». На торжественном закрытии форума все волонтёры получили дипломы и подарки. И самое главное – ребята увезли с собой домой новые эмоции и впечатления. 6 августа украинская армия атаковала государственную границу России в Курской области, около города Суджа. Завязались ожесточённые бои с применением авиации. Есть пострадавшие среди мирного населения. Саровское волонтёрское творческое объединение своим открывает срочный сбор гуманитарной помощи. «Нужны и медикаменты, нужны и быстрые продукты, и в том числе и одежды. Для мирных граждан много беженцев, много обстреливаются территории. То есть туда подъехать сложновато, поэтому наша с вами задача как-то поддержать жителей, оказать им максимально помощь в медицине». В первую очередь необходимы гемостатические салфетки и жгуты, обезболивающие и турникеты. Волонтёры будут рады помощи медицинских работников. Если они расскажут, что ещё нужно для оказания первой помощи. Кроме того, требуются бинты и тактические ножницы, термобельё и спальники, маскировочные сети и еда быстрого приготовления в тарелках. Будет собран гуманитарный конвой для отправки в зону СВО. «Ну и дальше мы продолжаем с вами работать и оказывать помощь нашим военным в поддержке постоянной. Курируемые и Запорожской области, и Херсонское направление. Там очень много наших саровских ребят. В том числе выезжаем в ДНР, в ЛНР, помогаем госпиталям». За последние полгода волонтёры совершили около 20 гуманитарных выездов. На сегодняшний день выполнено 345 заявок о помощи. Вся помощь прозрачна и подотчётна. Недавно пришёл запрос из госпиталя в Московской области. Необходимо сшить трусы на кнопках для раненых, которые лежат под аппаратом Элизарова. Волонтёры уже приступили к работе. «А здесь большая особенность. Пашив у нас идёт из трикотажа, а это значит работа с оверлаком и специализированной распешивальной машинкой, которая для футболок тоже нужна. Поэтому если у кого-то есть оверлаки дома, мы можем выдавать эти трусы домой». Сейчас в Центре сбора гуманитарной помощи остро не хватает рабочих рук. Это касается даже разбора склада. Волонтёры будут рады любой помощи. Вы можете приносить нужные вещи по адресу. Улица Пушкина, 24А, второй этаж. Дополнительную информацию можно узнать в группе творческого объединения своим ВКонтакте. Информационный интернет-проект «Книга памяти Нижегородской области» разработан в соответствии с поручением президента о создании электронных книг памяти сёл и муниципалитетов. Цель проекта – опубликовать для широкого круга пользователей документы со сведениями о родственниках нижегородцев, участниках Великой Отечественной войны, об их подвигах и награждениях в военной судьбе. Пользователи смогут найти информацию, просматривать и копировать интересующие документы. В рамках портала также предусмотрены информационные рубрики «Горьковская область в период Великой Отечественной войны», «Истории о героях войны» в архивных документах «Галерея памяти». Любой гражданин может зайти на ресурс, забив в поисковике книга памяти Нижегородской области, посмотреть, как эта книга выглядит. Она напоминает по своему дизайну сайты память и подвиг народа. Только здесь собраны сведения о родственниках ныне живущих нижегородцев. То есть при формировании этой базы данных, этой книги памяти приняли принцип «Я живу в Нижегородской области, я размещаю, я передаю информацию своих родственников, независимо от того, где они проживали, где призывались и где служили в годы Великой Отечественной войны». Внести свой вклад в увековечение памяти и в сохранение исторической «Правда о войне может каждый». Региональные городские архивы собирают от нижегородцев информацию и размещают ее на портале. «Я в качестве пилотного проекта сам отправил подобную информацию и разместил на своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, опираясь на его воспоминания, на документы, которые сохранились у меня от своего деда. Это военный билет, военно-учетная книжка. Я самостоятельно провел поиск службы, мест службы и обстоятельств службы своего деда на сайте память народа». Саровский архив также собирает от горожан информацию. Систематизирует и отправляет организаторам проекта. Сотрудники архива уже отправили более 300 анкет ветеранов саровчан и родственников саровчан. «Мы подскажем, поможем, дадим форму для заполнения. То есть есть экселевская таблица, которую нужно заполнить. Мы можем подсказать, где искать и как искать. Можем даже вместе, что называется, попробовать провести поиск на памяти и подвиги народа на общероссийском ресурсе, который создан на базе документов Министерства обороны времен Великой Отечественной войны. Там больше 30 миллионов записей. И найти какую-то информацию обычно удается». За консультацией обращайтесь по телефону 9 12 66. Подавляющее большинство предприятий, порядка 90% респондентов из регионов присутствия Волговятского ГУ Банка России в первом полугодии увеличили инвестиции или сохранили их на уровне аналогичного периода прошлого года. Это данные оперативного опроса Банка России. Наиболее позитивные оценки динамики капитальных затрат в первом полугодии в стране сложились у металлургических предприятий. К примеру, инвестиционный план завода в Самарской области на текущий год вдвое превышает фактические инвестиции прошлого года. Всего за это время в Волговятском макрорегионе были завершены несколько инвестпроектов. «В первые шесть месяцев этого года завершены несколько инвестпроектов. Например, в Нижегородской области началось серийное производство механических коробок передач для легковых грузовиков и внедорожников. В Чувашии завершился очередной этап модернизации на производстве солнечных модулей и электростанций. В Ульяновске введены две новые линии по производству алюминиевых банок для напитков. А в Саратовской области мебельная компания открыла цеха по сборке мягкой мебели». Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, компании отмечали в частности проблемы с логистикой, стоимость займов и дефицит кадров. Но, несмотря на эти ограничения, предприятия Волговецкого макрорегиона и России в целом сохраняют позитивные ожидания относительно динамики инвестиций в текущем году. Роман «Житие Лавр» Евгения Водолазкина и детективные романы «Юн Незбю». Самые популярные книги у саровчан за последние полгода. Сотрудники библиотеки имени Маяковского отмечают, интерес к современной литературе возрастает, при этом и классики не гаснет. Здесь даже самому взыскательному читателю стараются подобрать книги по вкусу. В нашей библиотеке есть определенные категории читателей, для которых мы делаем специальные тематические подборки. Темы весьма разнообразны. Это литература о войне, литература об Аме, деревенская проза. Литература по географии – это прежде всего о людях-первопроходцах, о Федоре Конюхове, Дарсо Узала и много-много других. Вся эта литература есть у нас в специальном отделе, это отделе книгохранения, сейчас он называется отдел единого использования фонда. Во Всемирный день книголюбов люди обмениваются изданиями, делятся впечатлениями о прочитанном. В специализированных магазинах и издательствах проводятся выставки, ярмарки, презентации книг и распродажи. В библиотеках организуют тематические праздники, поэтические вечера и познавательные программы. Маяковка – не исключение. В преддверии праздника сотрудники провели акцию с первой строчки, где читатели разных возрастов отвечали на вопросы викторины, вспоминали названия и строки классических произведений, имена и биографии знаменитых писателей и поэтов. В конце июля сотрудниками абонемента была проведена акция «Мое литературное открытие». Читатели выражали свое предпочтение, написав на специальных закладках стикера конкретные произведения и автора, которые они прочитали. Результатом этой акции стал тематический стенд, где читатели могут найти произведения, которые выделили сами саровчане. В фонде отдела насчитывают около 25 тысяч книг, поэтому сотрудники всегда готовы помочь с выбором и поиском нужной. Предпочтения и запросы читателей со временем меняются, но всегда остается живой интерес к литературе. Мы поздравляем наших читателей с этим праздником, с Днем Книголюба, а также благодарим тех читателей, которые приняли участие в наших акциях. Мы рады общению с ними и ждем новых встреч в стенах нашей библиотеки. Где можно узнать о древнем татарском городище, законах физики и расшифровать загадочное послание с помощью заколдованного зеркала? В детской библиотеке имени Пушкина продолжает работать экспертная детская мастерская. Она является частью проекта «Это твой город, это мой город», который получил поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». На этот раз дети приняли участие в тестировании заданий для семейной краеведческой игры. Сегодня мы пригласили наших читателей попробовать поиграть и отработать некоторые задания, которые мы придумываем в рамках этой игры. Может быть, благодаря ребятам появятся какие-то коррективы в этой игре. Может быть, мы что-то изменим. Может быть, нам ребята скажут, что однозначно подойдет, и мы это точно включим в эту игру. Интерактивная игра будет полностью готова только к ноябрю. Над ее созданием работают не только сотрудники библиотеки, но и ее маленькие посетители. Идейным вдохновением для создания игры стала выставка «Пушкин в городе». Часть фотографий с выставки можно увидеть в игре. Оттолкнувшись от строчек Пушкина, дети говорили о Сарове, о местах, которые видят на фотографиях. Обязательно будет интерактив. Сегодня у нас вот пять площадок. То есть у нас в рамках работы над игрой, пока мы продумываем задания каждой фотографии. Затем нам предстоит, вот сейчас мы их отработаем, затем предстоит понять и придумать саму идею игры. То есть как будут эти задания меняться, какие-то интерактивные переходы ходов и так далее. То есть это уже следующая стадия игры. Дети составляли из букв незнакомые слова, узнавали их значения. Ребята узнали об истории города. Например, что на территории будущего Сарова раньше жили мордовские племена. Затем школьники отгадывали ребусы, с помощью зеркала читали текст, написанный задом наперед. Составляли предложения из жестов. На каждую площадку отводилось ровно 10 минут. В конце ребята узнали о скорости и силе тяжести, а также о разных физических состояниях и показывали их с помощью пантомима. Раз, два, три, безобразная. Вот, молодцы, молодцы. Также дети отгадывали городские достопримечательности по фотографиям и пытались вспомнить какие-либо факты о них без помощи интернета. Проходили викторины, хвастались произношением скороговорок. Сегодня мы отгадывали через зеркало строчки сказки, как бы я была царицей, говорит одна сестрица, и так все три были. Чем можно кормить белочек, а чем нельзя? Я так и знала, что белочек нельзя кормить арахисом. Больше всего мне понравилось, когда нам там на картонке была такая рыбочка, рыбка красивая такая беленькая, ее надо будет дома разукрасить. Спортивные игровые площадки по Казамазово-10 уже много лет. Здесь стал разрушаться асфальт. Для ребят такое покрытие неудобное и, самое главное, травмоопасное. Потребность в капитальном ремонте встала с особой остротой. С проектом реновации площадки Центр внешкольной работы вышел на программу инициативного бюджетирования «Вам решать» и получил областное финансирование. Наша инициативная группа, которой большое спасибо, это родители наших воспитанников. Они вышли с предложением, с идеей запустить документы вот на эту площадку, в эту программу вступить и сделать капитальный ремонт. И действительно у нас получилось. Мы собрали нужное количество голосов. Спасибо местным жителям, которые помогли и поддержали нашу площадку. И сейчас уютный город делает эту площадку. Сейчас площадка готова более чем на 50%. Уже уложили асфальт, поставили столбы под сетку ограждения, выкорчевали деревья, которые мешали. На следующих этапах уложат современное прорезиненное покрытие, установят новые баскетбольные кольца, футбольные ворота, систему видеонаблюдения. В этом году мы предусмотрели здесь еще большие ворота для того, чтобы заезжала техника. Потому что если мы видим с вами, то зимой детские площадки практически не чистятся. И здесь был проблематичен тоже на старой площадке заезд техники. Сейчас будут большие ворота, и мы можем заказать технику, и техника спокойно почистит. И наши ребятишки, и молодежь, и взрослые населения спокойно придут на площадку. И зимой тоже будут заниматься. Современная площадка будет оснащена всем необходимым для игр. Но, по словам директора центра внешкольной работы, каток здесь заливать не планируют, так как нет технической возможности. Заливки катка здесь не будет, потому что здесь нет технической возможности заливки. Если на соколе мы можем заливать, потому что у нас рядом клуб, и мы спокойно можем пользоваться той водой, которая у нас здесь, то здесь рядом клуба нет, и мы не можем протянуть сюда воду и залить. Ну и для того, чтобы залить каток, здесь, конечно, нужны определенные технологии и специалисты, которые это будут делать. Стоимость проекта – около 6 миллионов. Закончить работы планируют к началу нового учебного года – 1 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова